Доброе время суток С ним в прошлые периоды истории люди боролись О том, как с ним борются сейчас, опять-таки, вы знаете Ну, в основном, это ублажение всяческое Забрасывание деньгами и другими вкусняшками Переговоры, призывы к переговорам Вот когда Израиль, например, пытается что-то сделать Для того, чтобы не допустить очередного вторжения на свою территорию Или для чего-то там еще Это все осуждают Потому что нельзя, надо мир Переговоры, переговоры, еще раз переговоры Еще надо дать денег, еще надо дать воды Еще надо дать электричество Ну, а кроме всего, нужно принимать к нам К нам, к нам сюда В Северную Америку, в Западную Европу В Северную Европу, в Центральную Европу Центральная, правда, вот брыкается Не хочет брать к себе тех, кто обогатил бы их культуру А наши вот берут Это вот так реагирует современная наша цивилизация на терроризм А я вам расскажу несколько историй Про то, как реагировали на терроризм в старые времена Сразу хочу сказать Я никого ни к чему не призываю И призывать не буду Кто я вообще такой, чтобы призывать Я историк, это да Поэтому я и расскажу вам несколько историй Я бывший политолог Ну, потому что в настоящее время я политологией не занимаюсь Когда-то даже кое-кого консультировал Довольно долго Но сейчас не консультирую Им не надо, они сами знают, что надо делать Так что это только в качестве иллюстрации к историческому прошлому Ни в каком другом смысле Итак Первое, что я хочу вспомнить и поделиться с вами Это итоги испано-американской войны Конца 19 века Самого конца Когда По мирному договору 1898 года Соединенные Штаты Америки Отобрали у одряхлевшей Испании Кубу Пуэрто-Рико И Филиппины Вот о Филиппинах и поговорим Точнее о некоторых событиях на Филиппинах Филиппины, хотя и находятся в Азии Долгое время находились под влиянием испанской культуры И под влиянием католической церкви Большинство из них из филиппинцев католики Мои единоверцы Я кстати тоже католик, если что Но на некоторых островах На юге архипелага В частности на Минданау И частично на Балабане В конце 19-го, начале 20-го века Преобладали мусульмане Их и сейчас там очень много И вот филиппинские мусульмане До испано-американской войны Они партизанили против Испании Ну а когда филиппины перешли От Испании под протекторат Соединенных Штатов Америки Они начали То что у нас называется Освободительной войной Против американцев Ну и против центрального филиппинского правительства Что они делали? Ну то что делали всегда И то что сейчас делают Отрезали головы Кастрировали Всячески убивали мучительными способами Как вот ИГИЛ делал например Ну а американские войска Которые стояли в это время на Филиппинах Давали отпор Американцы были лучше вооружены И тогда еще это была настоящая Америка Они не церемонились С теми кто по ним стрелял С теми кто резал головы Они их вешали Они их расстреливали И постепенно убедились Что в общем-то Ребятки то не боятся смерти Они же шахиды Их ожидает мусульманский рай И райские гурии Поэтому что же боятся смерти Вот как сейчас не боятся Ну вообще-то боятся на самом деле Но не так как другие Что же решили сделать американцы Еще раз заранее предупреждаю Я ни к чему такому не призываю Боже меня упаси призывать Я просто вам рассказываю историю Я же историк Вот я историю и рассказываю Так вот американцы Стали делать такую вещь Расстрелянных или повешенных Шахидов Повстанцев Они хоронили Либо зашив их в свиные шкурки Либо если времени для этого не было Просто в могилу кидали Еще свиную требуху И вот этого повстанцы очень боялись Потому что При таком захоронении Они были осквернены Не видать им было ни райских гурий Которых кстати В нашей христианской религии Называют инкубами и суккубами Но не будем вдаваться в подробности И вот этого они не хотели И именно это Привело в конце концов К тому что партизанское движение На юге Филиппин Начало сходить на нет Сейчас оно конечно Обрекло новое дыхание Но это понятно Сами знаете Почему тут даже говорить не о чем Вот это один пример Второй пример Это Оборона Мугани Кто-нибудь из вас знает Что такое Мугань Я думаю даже кавказцы не знают В основном Но я вам расскажу Мугань это область Азербайджана Нынешнего Которая была В конце 19-го Начале 20-го века Заселена колонистами Русскими в основном Частично украинцами и белорусами Это царский режим Их туда заселял И заселял туда В основном сектантов Ну вообще были и православные Православные колонисты Но были представители разных сект Там хлыстов Малакан Духоборов Даже жидовствующих Это не я так сказал Это название такое Это русские в общем-то люди Которые придерживались Ветхого завета и иудаизма Я кстати В раннее детство провел в Сибири Я застал Меня водили в село Этих вот сектантов Которые были русские Но верили в Ветхий Завет Я помню Они все были такие С длинными бородами И еще помню даже песенку Нету никого Кроме Бога одного Не верю никому Только Богу одному Они потом в 70-е годы Все выехали в Израиль Но люди русские Впрочем я отклонился Мы же говорили о Мугане Так вот на Мугане Почти половину населения К началу 20-го века Даже не к началу 20-го века А скорее к концу Первой мировой войны К 1917-18 году Составляли вот эти вот Белые Относительно Славяно-язычные колонисты Что случилось в 18-м году Развал русских фронтов Первой мировой войны В том числе и Кавказского фронта Это единственный фронт Где Россия одерживала победы Против Турции Солдаты в общем Достаточно позорно Побежали домой Но с другой стороны Как позорно Им же сказали Что будет земельная реформа Значит надо Идти домой И делить помещичью землю А как это они думали солдаты Будут делить без меня что ли Так что солдаты побежали Турецкая армия начала наступление Начала захватывать русский Кавказ Ну и начались соответственно погромы на Мугане Местные мусульмане Азербайджанцы Их тогда называли татарами А также талыши Это ираноязычные мусульмане Тоже шииты Сейчас они там живут тоже Начали жуткую резню Вот этих христианских колонистов В первую очередь Были вырезаны Все села и хутора На севере Мугане Ну русские и украинские Причем вырезали Как водится Прежде чем убить Отрезали все Что можно отрезать Мужчине или женщине Не всегда еще добивали Иногда бросали просто умирать Истекая кровью Женщины и детей насиловали Потом тоже естественно убивали Дома сжигали Ну ничего нового Те кто знают историю Они это знают Кстати обо всех этих деталях Есть книга За которой я лично охотился Несколько лет по всему миру И потом мое издательство Его переиздало Называется Оборона Мугани Написал русский офицер Ветеран Подпоручик Василий Добрынин Там между прочим Вы найдете много деталей Про войну на Мугане Так вот северная Мугань Была вырезана А в южной Мугане Местные жители Начали вооружаться И им повезло Их возглавили Два русских офицера Пограничника Подпоручик Василий Добрынин Я про него уже говорил И молодой корнет Борис Хошев Оба кстати родом Из Вологодской губернии Правда Хошев Мне кажется Судя по фамилии И даже по внешности Он наверное из крещенных черкесов Но это не важно Эти два офицера Создали Маленькую Но очень эффективную армию Которая Стала защищать Муганцев Вначале От местных Погромщиков Потом от турок Потом от красных Они весьма успешно Кстати там действовали Вплоть до 20-го года Когда Господа англичане Сказали что они должны Войти в состав Азербайджана Что они и сделали Но Не будем Забивать вашу голову Историю Я хочу сказать Только про один момент Когда местные жители Азербайджанцы И Талыши Стали вырезывать Как я уже сказал Колонистов И вырезали Все села и хутора На севере Мугани На юге не успели Что сделали Муганские рейнджеры Вот это местное ополчение Которое Возглавили Добрынин и Хошев Они провели Целый ряд Карательных Контропераций В азербайджанские Талышские села Откуда На них нападали И ответили Жуткой резней На жуткую резню Правда Несколько менее Жуткой Они никому ничего Не отрезали Они расстреливали Или прикалывали Штыками Но всех Без различия Пола и возраста Включая Грудных младенцев Кстати Василий Добрынин Подпоручик Добрынин Пытался Остановить Убийство детей Но местные Солдаты Ему сказали Что ваше благородие Жалко Да А я тебе Вот что скажу Вот Его лучше приколоть Пока он соску сосет Потому что он вырастет И моих детей зарежет Ты этого хочешь Ну хочешь этого Так иди к ним Это они так сказали Я не говорю Что я Это поддерживаю Вы поняли Вы слышали что я сказал Я это Не одобряю Я просто Рассказываю Что делалось Какой вы думаете Был результат Вы думаете Объявили джихады Газоват Нет Представители других сел Пригласили на переговоры И сказали Что больше не будут И между прочим Обещание выполнили Потом был второй акт Этой драмы Поскольку Мугань Находится на иранской границе Из Ирана Начались налеты Шахсевенов Это тюркское кочевое племя Тоже мусульмане Естественно Они начали нападать На русские Украинские села И хутора И опять таки Мужчин зверски вырезывать Детей мужского пола Насиловать И тоже убивать А детей женского пола И также молодых Женщин и девушек Забирать с собой Либо в гаремы Либо для продажи В борделе В Иране Что сделали Муганские рейнджеры Под командованием Бориса Хошева Они перешли Государственную границу Ирана И вырезали Несколько Шахсевенских кочевий Опять таки Догрудных младенцев Включительно Ужасно Абсолютно ужасно Я согласен Я же не шучу А какой думаете Был результат Шахсевены Пригласили Хошева На переговоры Вгостили его чаем И сказали Что больше так не будут И даже Подарили ему Коня И Прекрасную юрту Из белого войлока Вот Это второй пример Опять таки Я не говорю Как надо делать И что это надо Я просто Рассказываю вам Эпизоды из истории Кстати сказать Если у вас есть Друзья азербайджанцы Боже вас упаси Обмолвиться при них Такими именами Как Добрынин и Хошев Они такие проклятия Пошлют На этих двух Русских офицеров На этих белогвардейцев Что В общем Лучше даже не слушать Так что Отношения то разные Бывают Вот например Для кого-то Борис Хошев И Василий Добрынин Были спасителями Бедных муганцев Они их кстати спасли Это Южная Мугань Выжила До Конца Гражданской войны На территории Бывшей Российской империи Их конечно Ликвидировали тоже Но их ликвидировали В основном Во время советской власти Ну и После 91 года Когда Солнечный Азербайджан Стал снова Самостоятельным Но В период 20-х годов Южная Мугань Была спасена Ну то есть Для муганцев Они были героями А для азербайджанцев Конечно Это разбойники Геуры И мерзавцы Которые Резали Их Собратьев Ну когда их Собратья режут Это же нормально Правильно А вот когда Их режут Это вот Нехорошо Опять так Я просто говорю Что вот есть Такие точки зрения Это не значит Что это моя Точка зрения Вы поняли Да Ну и Последний Пример Тоже 1985 год Одна Из Хорошо известных Палестинских Организаций Которые сейчас Даже в России Считают террористической Непонятно почему Россия их поддерживала И поддерживает Так вот Эта палестинская Организация Весьма воинствующая Похитила Не каких-то там Израильтян А похитила Четырех работников Советского посольства В Бейруте Русских людей Насколько я знаю Хотел сказать Православных Ну тогда же Они все были коммунистами Теперь там В России Все православные Короче говоря Похитили Этих Четырех работников Советского посольства Потому что Хотя они и получали Деньги От Советского Союза Они видимо считали Что недостаточно Плюс они хотели Чтобы Советский Союз Надавил на Сирию Которая против них Тогда воевала И против Израиля И против них тоже Потому что Сирия не хотела У себя терроризма И Одного Из Советских Этих работников Они зверски убили Ну он был ранен Они не стали его лечить Началась гангрена И они решили его добить Ну и бросить труп Собакам На свалку Как это принято Ну культура такая Советский Союз Точнее ЦК И Политбюро Решило это дело Так на тормозах Не спускать Дальше Я вам скажу То что Мне рассказывали Я не знаю Точно Насколько это правда Не берусь судить А в учебниках Это пока не пишут Ну По официальным данным Операцию По освобождению Заложников Курировал Некий полковник Перфилев Из службы внешней разведки КГБ СССР Кстати Она подчинялась Тогда КГБ СССР Или нет Я сейчас не уверен Надо проверять Но в любом случае Это было СВР Служба внешней разведки По-моему Это комитет госбезопасности Ну это По официальным данным Некоторые вещи Я знаю От одного Арабиста И журналиста Который в то время Работал в Ираке Могу сейчас Назвать его фамилию Потому что он давно умер Это Мой хороший друг Андрюша Широян По его словам Со стороны Более высоких Более высокого уровня Коммунистической партии Советского Союза Это курировал Чуть ли не сам Примаков Кто не знает Кто это такой Можете погуглить Но Примаков К нему можно по-разному Относиться Но он хорошо знал Арабский Восток И хорошо знал Арабскую мусульманскую культуру Так что В любом случае Его не могли не спрашивать О консультации Ну и Что сделали Советские чекисты Они Вначале попытались По-хорошему поговорить С лидером этой организации Он Угостил их чайком И сказал Что Аллах велик И он за них помолится Ну то есть Дал им понять Что Они Могут Идти лесом Камышом Они пошли И тогда Они сделали Следующее Они поймали Племянника Так вот Рассказывают Я не знаю Насколько это справедливо Племянника Этого шейха Этого главаря Организации И Ампутировали ему Половые органы Ну то есть Кастрировали его Надеюсь Они это сделали Под наркозом Хотя кто знает После этого Причиндала Несчастного Молодого человека Послали Этому Шейху Главарю Который обещал Помолиться За заложников А также Присокупили туда Список его Ближайших Родственников С адресами Ну и Что случилось После этого Заложники Побитые Ободранные Отащавшие Были Отпущены На свободу И Доковыляли До советского посольства Опять таки Я Мягко говоря Очень плохо Отношусь К КГБ СССР И вообще К российским Спецслужбам Да и не только К ним К российским И советским Я опять таки Не говорю Что так Нужно делать Я просто Рассказываю Вам Истории Мое дело Как историка Делиться Некоторыми Не очень известными Фактами А ваше дело Делать выводы Ну и тут еще Одна мысль Которую Я хотел бы Сказать Под конец Тут ведь как Кто-то хотел Бороться с террористами Кто-то не хотел Кто-то может И сейчас не хочет А может быть Может быть Их даже считают Уже не террористами А Так сказать Уважаемыми Работниками Которые Устанавливают Наш Новый Будущий мир Будущий Светлый И радостный Мир Который придет На смену Нашей падающей Цивилизации Ну конечно В это никто всерьез Из моих слушателей Не будет Вникать Кстати Вот я обычно Делаю материалы На русском языке И на английском На английском Я это делать не буду Потому что это Просто трата времени Люди сидят В своих телефонах В своих компьютерах И им это все По барабану А на русском Кто-то может быть Кому-то это покажется Интересным К тому же Историю знать хорошо Ну и Кто знает историю Тот может Видеть и будущее Не предсказывать А просто предвидеть Потому что Например Вот если эти две линии Идут в этом направлении Не надо быть Вандой Чтобы Простите Вангой Чтобы сказать Что они пересекутся Ну так и тут Вот когда знаете историю Можно делать выводы О настоящем И можно примерно догадываться Что ожидать В будущем Под конец Еще один дисклеймер Я вообще Как христианин Как бывший солдат И как человек Долгое время И очень серьезно Занимавшись Боевыми искусствами Являюсь противником Насилия Серьезно Абсолютно Особенно Вот Бытовое насилие Потому что Я хорошо знаю Как легко Убить или Скалечить человека Поэтому Хочу вам сказать Под конец Избегайте насилия Особенно в семье Вот вы Думаете Что хотите Кому-то там Врезать А можете Случайно Убить или покалечить Потом никогда Себе не простите Я уже не говорю О тюрьме И прочих прелестях Ну С другой стороны Конечно Видите Когда Вокруг насилие То Медитацией И уговорами Тоже не обойдешься Приходится Против насилия Применять силу То есть Выбирать Меньше из зол Ну Это уже Другая тема А пока Я с вами прощаюсь Живите Пока живется И старайтесь Жить хорошо Пока Меньше из зол